Что же стало со звездами на этой неделе? Новый клип Анны Седоковой с двухсмысленным названием увлечения британский таблоид Daily Mail назвал почти порнографическим. Экс-участница группы Viagra Анны Седокова попала на страницы английской прессы из-за своего нового клипа. Броский заголовок о новом видео певицы на главной странице сайта гласит «Это практически порно». Газета пишет, что Седокова прославилась в Европе после того, как сперва опубликовала свое новое видео, а затем пародию на него от модели Гаяны Багдасарян. Багдасарян выложила видео под названием «Так влажно между нами». При этом отзывы о видеоклипе «Так влажно между нами» не были единодушными. Многим подписчикам Instagram аккаунта Анны Седоковой показалось, что видео предназначены в первую очередь для ублажения мужской аудитории и несут таким образом совершенно прикладную цель. А назвать ролики чем-то, что имеет отношение к искусству, можно с большой натяжкой. Ну а ссылочка на клип в описании. СМИ сообщают о том, что известный телеведущий Вал Диспельш попал в больницу. По имеющимся данным, 50-летний ведущий находится в стационаре в одной из московских клиник, куда он обратился с жалобами на боль. Сейчас врачи оценивают состояние пельша как удовлетворительное. Российские СМИ сообщили о том, что 63-летний эстрадный певец Борис Моисеев серьезно болен. У артиста якобы диагностировали онкологию. Поводом для подобных разговоров стал внешний вид певца. На фестивале «Лаймы Вайкуль» рандеву он появился перед публикой не в самом лучшем виде. У Бориса Моисеева на лице была опухоль, которую гримеры постарались скрыть с помощью тонального крема. Однако журналисты и поклонники предположили, что это раковая опухоль, потому что Борис выглядел уставшим и невеселым. При этом сам певец на расспросы представителей СМИ не отвечал. Все точки над «и» расставили арт-директор звезды Сергей Горох. Он сообщил журналистам, что на лице Бориса Моисеева просто болячка, а выглядит он неважно, потому что перенес инсульт. Поэтому поводом для беспокойства за здоровье певца нет. Невеста актера Ильи Глинникова напугала своих фанатов чрезвычайно быстрым похудением. Подписчики инстаграма Екатерины Никулиной уверены, что девушка серьезно больна, так как еще совсем недавно она не выглядела такой исхудавшей. А беспокоенные фанаты пытаются выяснить у невесты актера, что с ней произошло, но пока это не прояснилось. Начинающая певица Ольга Бузова рассказала о своем детстве. Среди прочего, она вспомнила, что в детстве жила в Кронштадте вместе с семьей. По словам Ольги Бузовой, которая недавно посетила Петербург, рассказала, что мама ездила из Кронштадта на работу каждый день. Из детских воспоминаний Ольги Бузовой у нее осталось впечатление об огромной родительской кровати. Правда, мать Бузовой говорит, что кровать была совершенно обычная, двухспальная, просто девочка тогда была маленькой. Кроме того, Бузова рассказала, что в коммунальной квартире у них был сосед-алкоголик, который все время пил и докучал соседям. Имея этот пример перед глазами, Ольга Бузова решила, что никогда в жизни не выйдет замуж за алкоголика. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, ставьте лайки. Покеда!